Субтитры сделал DimaTorzok И я знаю, что в Болгарии был отбор, на котором они выбирали песню. Это вроде бы был закрытый отбор, то есть телерадиокомпания выбирала, или кто-то там выбирал, не знал. Но они выбирали песни из нескольких новых песен Виктории. Это был альбом, у неё в Spotify можно послушать этот альбом. Я ничего не слушал, но я знаю, что даже три месяца назад на канал была загружена песня Ugly Cry, которая была Potential Eurovision Song. Не слушал тоже её, но сейчас послушаю песню Победителя. Если она мне понравится, то я не буду слушать остальные песни и сразу же скажу своё мнение по поводу песни. Но если то, что они выбрали, меня не впечатлит, то я обязательно послушаю за кадром все там пять, сколько, шесть песен было. И скажу, какая песня всё-таки я считаю, что должна была представить Болгарию в этом году, потому что Болгария очень хорошая страна. Она в Киеве, когда проходила Евровидение в Киеве, она заняла второе место с Кристианом Костовым. Потом в 2016 это было четвёртое место. Потом в 2018 году представляла их группа Equinox, которая написала охерительную песню, но, к сожалению, не заняла высокое место. Ну, такое Евровидение, тогда и Меловин занял седьмое место по зрителям, и по жюри он был последним. А сейчас давайте завишем реакцию на Викторию, с её новой синглом, новым песням для Евровидения. Давай тогда. Значит, Виктория с песней Growing Up is Getting Old, песня для Евровидения. Так, хорошо, значит, вон, боже, сколько спонсоров. Что это такое? Якийсь мужик, а ну? А, типа новости Евровидения, что Евровидение канцелл. Да мы и так все знаем, что ты нам напоминаешь эту грустную мелодию. И мы уже не можем дождаться следующего Евровидения. Ой, начинается песня. Она вырубила целую гамнаеду, и какие-то люди кажут нам, что Евровидение кончилось. Правильно, нема чего. Боже, я к вам и причесочка. Такие, знаете, звучание интересное. Билли Айлиш сразу услышала. Но давайте не об этом. Значит, у неё такая чемоданчик. Чемодан какой-то. Ого, детские фотографии. Да ты шо? Моя штык, куколка. Ну, по песне пока что мне всё нравится. Значит, часы остановились. И пошли назад. Отсчёт назад. Хорошо, интересно. Ну, причесочка такая в стиле Тинэкароль. Такая Тинэкароль для бедных. Цик, кудрян. Качественные камеры такие снимали. Видно, шо. Продакшн е. Ну, там знаете, с каких спонсоров нам вначале показалось много. Пока что, если припев будет такой же самый незапоминающийся, это очень плохо. Очень плохо, если я не смогу запомнить. Боже, бабушкино платят. Ты шо, достал его с бабушкиного сундука, чешо, моя куколка? Это всё такое нежное, нежное. Боже, какая-то детина там появилась. Хай бы хмелые. А, тут и настоящая детина, и ценный призрак. Качественная песня. Очень хорошая песня. Но какая-то она скучная. Чего-то не хватает. Вот чтобы первое впечатление, чтобы я запомнил эту песню. Ну, что я здесь запомню? Единственное, что здесь может впечатлить, прям, это аранжировка. Такая диснеевская аранжировка. Классный бэкграунд. Ну, ногти, наверное, растыло. Я говорю, Билли Айлиш, ногти там же километровые. А в сегодня нет, в сегодня нема ногтей. Ну, под конец уже пошло это вот такое прям, прям диснеевское, я не знаю, уже принц с принцессой летят на ковре, и уже там всё мир рушится, а они двое летят на ковре, и она тоже на яком-то корабле. А, она на крыше дома, чешу, и там тоже летать. Клип очень дорогой, где она... А, гроши взяла, понятно, где я хотела испытать, где гроши взяла. Он спонсор, раз, два, два спонсора. Вот, на отбашлялый, конечно. Болгария радует, но скучновато. Ага, всё, закончилось у нас здесь всё по телевизору. Что у нас дальше будет? Опять мужик у той будет говорить. А, нет, сидеть. Это она что, дивилась телевизор все время? Так, часы у нас на заднем фоне. Опять не идут. Боже, часы остановили. А, она в путешествие вырушает. Куда ты вырушаешь? В Роттердам? А масочку взяла? Моя хорошая. Куколка моя. А, ой, боже, цена в детстве, чё? Она посмотрела какой-то свой старый фильм с своими родителями. Интересно. Довольно заявка. Скучнее, чем прошлый год. Я это вот послушал, но я его не напою. Шусь такие, а шо? Если, например, вспомнить прошлый год, то я сразу вспоминаю. Тут шо-то такие, знаете, ну, ни о чём, если честно. Так, я ещё вам обещал, что я буду слушать, сейчас остановлю съёмку. Послушаю за кадром все песни, которые у него здесь на канале. Которые были Potential Eurovision Songs. И скажу вам, что мне всё-таки понравилось, может, больше. Ой, мои хорошие, мои любимые, значит, всё, я послушал все песни. Ээээ, шо вам хочу сказать. Намного сильнее песни. На первом месте у меня Ugly Cry. Это просто хитяра. Ugly Cry, это моё первое место. Не понимаю, почему они не выбрали Ugly Cry, а выбрали... А почему они выбрали? Growing up is getting old. Я не разумим. Я не разумим, для чего то. На втором месте у меня песня Phantom Pain. Очень такая, знаете, она в ритме держится. Не скучная, интересная песня. Я считаю, что это могло бы тоже быть хорошим претендентом на представление Волгарии. Ну и на третьем месте у меня, конечно, вот этот Growing up is getting old, которая поехала. Всё-таки она какая-то ныякая. Она вроде бы погружает тебя в атмосферу песни, как это всё делает она. В всех песнях я прочувствовал погружение в песню. Но как-то она начепляет. Почему у них пал взгляд на вот эту вот песню, которую представляют? Я выбрал, например, Ugly Cry. Это песня по хитове. Все остальные песни, которые я слушал, это, например, что у нас здесь после Ugly Cry. Imaginary Friend. Потом Dive Intro Unknown. Ну, короче, и Growing up is getting old. Выбор должен пасть на первые две мои песни. Это Phantom Pain, танцевальная больше такая в ритме песня. Или Ugly Cry. Они выбрали что-то послабее. И понимаю, почему Болгария не на первых местах. И по букмекерам понимаю, почему Болгария не на первом месте у топа в Евровидении. Если подумать, есть ли у Болгарии шансы на победу, я скажу, что пока что я не вижу шансов на победу. Потому что неудачный выбор. Скучная песня. Хоть она напоминает Disney, но как-то не то, не то, не то. Я даже не запомнил ее. Понимаете, когда ты песню не запоминаешь, когда она тебя начепляет прям с первого раза, ну, не ёкает внутри. Мне наёкнуло. Вот когда наёкает, это плохо. Это очень плохо. Не скажу, что Болгария меня разочаровала. Нет, вы что. Болгария в этом году сильная. Сильная песня, сильная страна. Всё, что сейчас похоже на Беляйлиш, оно высоко. Потому что Беляйлиш создаёт тренды. Хоть Беляйлиш уже не такая прям популярная, потому что нету альбома свежего. Уже все задолбалось ждать у Беляйлиш. И поэтому есть такие вот дешёвые замены. Жду ваше мнение в комментариях. Очень интересно услышать вас. Какие для вас были песни с их закрытого отбора на канале Виктории. Очень хочу услышать ваше мнение. Какая для вас песня лучше представила бы Болгарию? Жду ваше мнение в комментариях. Жду ваш топ песен. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. И обязательно, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь. Смотрите мои предыдущие видео. Реакции на другие страны. Евровидение 20, 21, 20, 20, 20, 19. Просто у меня много видео на канале. Для каждого найдётся своё. Жду вас всех. Спасибо за просмотр. Чао-чао. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok